Дорогие друзья, здравствуйте! В этом видео мы поговорим о том, как стартануть свой уникальный бизнес или стартап. Как начать или как конвертировать свою бизнес-идею в уникальный, классный, процветающий бизнес. Как вступление к этому видео я записал несколько роликов. Первое, о том, что такое УТП, уникальное торговое преимущество и какие виды УТП бывают. И второе, это 4 ошибки, самые распространенные ошибки, по которым 90% стартапов не выстреливают, прогорают. Если вы их не видели, вы смотрите это видео отдельно, пожалуйста, посмотрите сначала их, потом переходите к этому видео. С вами Симаков Михаил, Духовный бизнес. Поехали! Друзья, для того, чтобы начать свой уникальный бизнес, для того, чтобы сделать крутой стартап, самое первое, что нужно сделать, нужно разобраться со своей природой. И начать надо с того, в чем вы уже имеете опыт. То есть нужно хорошенечко проанализировать свой предыдущий опыт, то, чем вы занимаетесь уже сейчас. То, чем вы занимались раньше. И выделите из этого самое главное. То есть выделите свою природу. То есть первое, перед тем, как входить в какое-то мероприятие, определите свою природу. Выделите ту деятельность, которая у вас получается уже сейчас лучше всего. Не будет получаться когда-то потом, когда у вас там будут определенные качества, ресурсы и так далее. А которые у вас получаются уже сейчас. Это самое первое, с чего нужно начать. И здесь очень важны в этом смысле ресурсы. Понимание ресурсов, на которые вы можете рассчитывать в этом деле. Вот, ресурсы бывают разные. И все эти ресурсы нужно учитывать. Первое, это что уже сейчас делает тебя успешным в той деятельности, которой ты занимаешься или которой ты занимался. То есть вот, и к этим ресурсам могут относиться знания, опыт и навыки. Знания, либо понимания того, как устроена та или иная ниша, о том, как работает тот или иной механизм. Знания какой-то, может быть, технологии или структуры или еще чего-то другого. То есть знания, на самом деле, это один из самых главных ресурсов, которым мы обладаем. Его нужно использовать на 100%. То есть вы прожили, ну кто сколько, да, там 30, 40, 50 лет, я не знаю, в зависимости от вашего возраста. Да, это колоссальный опыт. Вообще, если брать более широко, да, то есть если знать, что мы не есть это тело, да, что мы это душа, то тогда можно даже посмотреть на это немножечко шире, да, что мыслить не рамками одной жизни, а нескольких жизней. И что вот эта жизнь, как бы, то есть это, как бы, кульминация некоторых предыдущих, в которых мы тоже занимались какой-то деятельностью, мы тоже занимались каким-то трудом и тоже нарабатывали какими-то навыками. И то, где мы находимся сейчас, та деятельность, которой мы занимаемся, те таланты, те предпосылки, которые у нас есть сейчас, они не случайны. Эти вещи, как бы, которые мы вырабатывали множество-множество жизней до этого. И поэтому этот ресурс, как бы, его нужно учитывать. И именно на него, как бы, нужно полагаться, когда мы входим в какой-то новый проект или стартап. Поэтому знание, опыт и уже сформированные навыки – это то, что вам пригодится. После этого, соответственно, конечно, нужно смотреть, какой бизнес, может быть, у вас уже сейчас есть, да, и как этот бизнес можно утилизировать и трансформировать в то, что вы собираетесь делать. То есть, самое правильное, новая идея, которая у вас появляется, как бы, не набросать все и бежать, исполнять эту идею. А эту идею встраивать уже существующий механизм, уже существующий бизнес, да. То есть, ее встроить и посмотреть, как она начнет расцветать, то есть, какие плоды она начнет давать. Вот. А пробировать ее в уже существующем бизнесе, развить таланты, свои наклонности, да. То есть, посмотреть, наработать опыт. Вот. Также ресурсом, как бы, природой могут быть это знакомства, административные какие-то ресурсы, да, или какие-то экспертные связи людей. И вот на это тоже нужно обратить наипервейшее внимание. То есть, когда вы собираетесь стартовать какой-то проект, посмотрите вокруг и попробуйте собрать наибольшее количество знаний, опыта, как бы, то есть, вот этих вот ресурсов, да, со всех своих знакомых. Там было какое-то интересное выражение, да, что там через семь колен, там, через семь знакомых. Как бы, мы знаем всех вообще, там, в нашей стране, там, я не помню, или даже в нашем мире, даже, по-моему, в фильме эту тему был, да, что там через семь колен, как бы, каких-то знакомых можно, там, даже до президента дойти. Вот. И поэтому очень важно этот ресурс задействовать. Плюс к ресурсу, который у нас уже есть, и который состоит как раз из знаний, опыта, навыков, существующего бизнеса, работы, знакомств, финансов, вот, нужно посмотреть потенциал. То есть, и потенциал, это, как бы, тоже относится к природе, да. Просто первое, как бы, ресурс это то, что уже реализовано, а потенциал это то, что еще не реализовано. То, что может реализоваться, то, что может раскрыться в наилучших обстоятельствах, да. Но для того, чтобы семечко проросло, для того, чтобы оно дало росток, плоды какие-то, да, нужны для этого правильные условия. Должно быть тепло, должно быть влажно, как бы, должно быть безопасно. Но здесь такая же история. Для того, чтобы потенциал раскрылся, нужно создать вот эти условия. Условия мы создаем из ресурсов. Вот к потенциалу мы причисляем это таланты, идеи и страсть. Страсть это то, что нас драйвит, то, что дает кураж, то, что дает силы изо дня в день вставать с позаранку, куда-то бежать, что-то делать, заниматься какой-то деятельностью, вдохновлять других людей, как бы, привлекать их, использовать не только свой потенциал, но и потенциал людей вокруг, создавать команды. Да, нельзя создать команду или объединить вокруг себя людей, как бы, если у тебя нет страсти. Вот, поэтому это очень важно. Ну вот, таланты, в свою очередь, они необходимы в любом случае, как бы, для того, чтобы делать что-то новое. Так же, как и художники, музыканты и спортсмены. То есть, у них есть какой-то зачаток на начальном этапе, но их успех, он зависит от того, как этот зачаток разовьется. То есть, эти таланты на начальном этапе, на этапе познания, как бы, своей природы, как бы, как первый этап стартапа, нужно их выделить, да, нужно их выделить и понимать, как бы, что мне нравится, что меня драйвит, в чем моя страсть, в чем, какие у меня есть таланты, которые раскроются при благоприятных обстоятельствах. Вот, и какие идеи меня вдохновляют, то есть, да, какие идеи у меня есть. Потому что идея, как бы, это такое некое семечко, некий образ, как бы, который при благоприятных обстоятельствах начинает разрастаться. Вот, и любой бизнес, любой стартап, как бы, то есть, он состоит из идеи, которая впоследствии, как бы, то есть, растет, 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 как дерево. То есть, у нее появляется одна ветка, потом другая ветка, потом крона, как бы, там, и так далее, так далее, оно растается, оно все лучше, больше, как бы, меняется. Вот, и здесь такая же история. Но для этого нужны вот эти составляющие. И, таким образом, как бы, то есть, первый этап – это природа, который состоит из ресурсов и потенциалов. Вот, нужно их осознать, это самое первое. Друзья, и второе, на что нужно обратить внимание, для того, чтобы стартануть свой уникальный проект, уникальный бизнес – это смыслы. А зачем я этим собираюсь заниматься? Зачем нам нужен этот проект? Каким образом этот стартап, этот проект, он поменяет мою жизнь? Каким образом он поменяет жизни других людей? В чем заключаются смыслы того, чем я собираюсь заниматься? Я хочу разочаровать многих, к сожалению, из вас, которые думают, что это очень простой вопрос. Да, то есть, и очень понятно. Ну, понятно, я занимаюсь бизнесом для того, чтобы зарабатывать много денег. Но, к сожалению, деньги не могут являться смыслом. Деньги – это всего лишь средства. Получение чего-то большего, средства достижения какого-то большего результата. Но сами по себе деньги не являются смыслом. И деньги – это не то, что может в долгосрочной перспективе мотивировать человека. То есть, кажется, что деньги – это классно, деньги – это свобода. Я могу поехать туда, куда я хочу. Но вот сейчас мы оказались в условиях пандемии. И теперь уже вообще не имеет никакого значения, у кого сколько денег. Потому что в любом случае границы все закрыты. И становится понятным, что деньги – это не свобода. Свобода и деньги – это разные вещи. Такая же история, что с какими-то, допустим, вещами. То есть, мне кажется, что у меня будут деньги, и тогда у меня будет и престиж, и уважение. Но престиж, уважение, опять же, ничего общего с деньгами не имеют. Уважение и престиж зависят от репутации. У тебя может быть много денег, но не быть репутации. И тебя не будет никто уважать. Наоборот, может быть, какой-то оттенок. Да, да, этот человек вор, или он, я не знаю, заработает деньги, украл их у кого-то. Или кого-то предал, кого-то подставил и так далее. Вот, пожалуйста. Поэтому деньги – это не смысл. То есть, очень важно для того, чтобы зайти в какой-то долгосрочный проект. Для того, чтобы зайти, начать какой-то успешный и уникальный бизнес. Ответить себе на вопрос, зачем я это делаю. Что, в чем заключается вот это вот зерно. То есть, есть такой пример интересный, который описывает гору риса, который на самом деле рисом не является. То есть, когда вымолачивают из риса зерна, шелуха от риса, она внешне напоминает рис. Но на самом деле рисом не является. То есть, это просто гора шелухи. И деятельность, которая не наполнила глубоким смыслом, это то же самое, что гора вот этой вот шелухи от риса. То есть, вопрос, когда подует ветер, и все это разлетится в разные стороны. Не говоря уже о том, что, имея мотивацию, имея смысл в деньгах, вы не сможете вокруг себя выстроить команды. А команда – это 90% успеха любого начинания, любого масштабного бизнеса. Если вы хотите, конечно, шить сапоги, либо заниматься каким-то ремесленническим бизнесом, то есть, проблем нет, команда вам не нужна. Но если вы хотите организовать по-настоящему что-то серьезное, где будет участвовать большое количество людей, тогда вам нужно задуматься о том, на основе чего вы будете с ними взаимодействовать, почему эти люди будут к вам приходить. Опять же, вы же не хотите собрать вокруг себя, не знаю, коблу каких-то иждивенцев, там, от Реби, которого не взяли ни в какое другое место. Вы хотите, чтобы у вас был самый лучший и уникальный бизнес, чтобы он был уникальный, самый лучший, там должны быть самые лучшие и уникальные люди. А тогда нужно ответить на вопрос, почему эти люди уникальные и лучшие вообще придут к вам, чем они будут руководствоваться, что у вас больше всех денег, и вы этих людей сможете купить. Да нет, не сможете, потому что людей по-настоящему гениальны, усидчивы, преданных, где они не мотивируют, они не на первом месте у них стоят. На первом месте стоит идея, общая миссия, которую они будут делать. Это то, каким образом их деятельность будет удовлетворять их природе, как бы их смысл, смысл их существования. Да, и самый высший уровень, это духовный уровень. А зачем я живу? Да, то есть, а кто я такой, что я являюсь душой, частичкой Бога, да, то есть в этом мире, как бы, то есть, каким образом я взаимодействую, зачем я сюда пришел, какое наследие я после себя оставлю, каким образом я взаимодействую, как бы, с другими живыми существами. Да, очень важно жить экологично, да, то есть и создавать какую-то добавленную стоимость, создавать какой-то продукт, очень важный после себя. Поэтому смыслы, это второе очень важное, второе очень важная вещь, да, на которую нужно себе ответить. И это вход в то, чтобы объединять вокруг себя людей, да, чтобы люди к вам приходили, чтобы у вас образовывалась команда, команда, руководство, исходящее, как бы, то есть, имеющие общую миссию, общую стратегию, да, создание какого-то уникального продукта, поддержание, не знаю, какой-то среды, да, там, или просто помощь людям, как бы, создание какого-то процесса, когда они смогут высвободить большое количество времени на занятия чем-то другим. Да, я уже не говорю про изобретение, которое меняют мир, там, или какие-то другие вещи, да, то есть, любая деятельность, она имеет в себе, как бы, то есть, вот такие черты, как бы, то есть, от благих начинаний, очень важно их вычленить, как бы, поставить на первое место, когда вы сами заходите в какой-то проект, и когда вы соединяете, собираете людей вокруг себя для этого. Поэтому смысл, это очень важно. Друзья, и следующее, важная вещь для того, чтобы начать сортануть успешный бизнес, проект, успешный стартап, нужно посмотреть на то, а в чем здесь моя страсть, в чем, что меня в этом проекте драйвит больше всего, вот, что конкретно, как бы, то есть, чем я хочу заниматься, в чем у меня есть, к чему у меня есть склонность, как бы, и в чем заключается, как бы, вот этот драйв и внутренняя сила, как бы, который будет изо дня в день придавать мне сил, вставать рано утром, заниматься новыми делами, изучать какие-то новые вещи, как бы, в которых я еще не реализовался, еще не профессионал, постоянно изо дня в день прикладывать усилия. То есть, самое простое, заниматься деятельностью, как бы, которой ты занимался и раньше, вот. Но когда ты занимаешься новой деятельностью, когда ты делаешь стартап, когда ты делаешь то, от чего никто еще не делал, делаешь что-то уникальное по-настоящему, это значит, что ты берешь чистый лист и начинаешь практически с нуля. Если начинаешь с нуля, как бы, тебе нужно делать кучу вещей, которых на тебя никто никогда не делал. И это потребует, поверь мне, потребует от тебя большого количества энергии и усилий, как бы, да, то есть, которые тебе нужно вкладывать. Самое сложное в нашей жизни – это делать что-то новое, то, что мы никогда не делали. И вот этот самый сложный труд – это умственный труд, когда ты что-то приносишь, он, как бы, то есть, когда ты что-то придумываешь новое, и это самое сложное, на это организм тратит самое большое количество сил. Там механический труд, там, типа, езды в автомобиле, как бы, он практически не требует усилий. Когда ты едешь по одной и той же дороге, по одной и той же улице, там, делаешь одни и те же движения. Вот, а здесь другая история. Вот, и для того, чтобы все это осуществлять, для того, чтобы было топливо в баках ваших, то есть, вам нужна как раз вот эта вот страсть. И страсть – это вот эта вот движущая сила, как бы, которая вдохновляет и придает силы вам, и таким же образом, то есть, она прикуривает, как бы, то есть, зажигает людей, которые находятся вокруг вас. Вот, для того, чтобы вдохновлять других людей, команду своих партнеров, своих клиентов, вашего бизнеса, да, для того, чтобы передавать им вот эту, вот, как бы, ну, силу, понимание, почему они должны покупать ваш продукт, почему он такой классный, как бы, почему он такой уникальный, в чем его уникальность, в чем его преимущество, как этот продукт поменяет их жизнь и так далее, и так далее. Там должна быть вот эта вот страсть, там должно быть, должен быть вот этот вот огонь, который вы будете передавать из сердца к сердцу вашим покупателям, вашим партнерам, вашим сотрудникам, вот. А для того, чтобы что-то передавать, нужно, чтобы это у вас было, вот. И ответьте себе, пожалуйста, на вопрос. Вы входите вот в этот вот стартап, да, в этот входите в этот новый проект. А что? Он вообще заводит вас? Он соответствует вашим внутренним ценностям, да? То есть, там есть вот этот вот драйв, который будет изо дня в день на протяжении в следующих 10, 20, 30 лет, как бы, то есть, воспламенять ваше сердце или нет. Вот. И очень важно в этом смысле, как бы, понимать, с кем вы взаимодействуете. Нужно очень пристально посмотреть на команду, которая будет у вас работать, и на потребителей, соответственно, каким образом, как бы, вот эта вот страсть будет обликаться в новые продукты, как бы, в новые технологии, в новые решения. Вот. И в этом смысле, как бы, очень важно, чтобы вы воспламеняли свою команду, да? Для того, чтобы вы могли собрать вот эту группу людей, да? У которых было бы общее понимание, общий опыт, как бы, и могла возникнуть на базе, как бы, вот этой взаимодействия могла возникнуть синергия. Потому что можно забыть о том, чтобы сделать в этом мире что-то самостоятельно, как бы, что-то по-настоящему ценное. Такого практически не бывает. То есть для того, чтобы сделать что-то по-настоящему ценное, нужна поддержка, да? Даже люди, там, какие-то, может быть, художники или ученые, да, которые делали какие-то изобретения, если посмотреть, как они к этому пришли, можно увидеть огромное количество учителей, огромное количество, там, родственников, там, каких-то людей, как бы, которых поддерживали, которые в них верили, которые помогали вот этой страсти, вот этому огню, как бы, разгораться, которые поддерживали этот огонь, да, который впоследствии, как бы, то есть выражался в форме каких-то невероятных достижений этих людей. Вот. И здесь такая же история. То есть нужно воспламенить команду, да, команда должна гореть с помощью этой страсти. И уже команда, сначала, может быть, менеджмент команды, да, которая занимается, ну, близкий, крупный, да, если это крупная команда, да, а потом лидер каждой своей команды. И в конечном итоге, как бы, те люди, как бы, которые взаимодействуют с вашими потенциальными клиентами или существующими клиентами, которые будут передавать им тот же самый огонь, как бы, вот это вот страсти вашего продукта, да. Конечно, можно делать это условно, как вот эта вот шелуха от риса, да, то есть когда есть форма, как бы, ну, нет наполненности. Но тогда этот бизнес, этот стартап будет таким же, как большое количество и других пустых внешних компаний, пустых компаний, да. Таких компаний очень много, которые когда-то был этот огонь, был драйв, она разрушалась, эта компания, а теперь в ней работает огромное количество людей, мотивированных только деньгами, которые ходят туда, потому что им нужно платить ипотечные кредиты и так далее. Вот, и они абсолютно не заинтересованы в результате своего труда. Вот, и такие же, так же они общаются, как бы, между собой, так же они общаются с потенциальными клиентами. Сами клиенты приходят, приходят, смотрят на всю эту ситуацию и уходят. Вот, вот этого не нужно, вот это не уникально, в этом такая неуникальность нужна. Нет, нужно быть уникальными. Для того, чтобы быть уникальными, нужно, чтобы вот это вот такой горел. И он должен, конечно, исходить из лидера. Если вы стартуете вот этот стартап, организуете этот бизнес, тогда из вас он и должен исходить изначально. Вот, и вы должны поддерживать это пламя. Знать, что ваших людей вдохновляет, мотивирует, чтобы это пламя доходило до ваших конечных потребителей, чтобы они тоже загорались. И потом даже больше это пламя передавали своим друзьям, своим знакомым, рассказывали про вашу компанию, про ваши уникальные продукты, о том, как это классно, как им понравилось, как это изменило их жизнь и так далее. Друзья, и следующее, по очереди, четвертое, то, что нужно для того, чтобы развить уникальный бизнес-проект, сделать уникальный бизнес-стартап, это творческая энергия, это творчество, творчество нового. И мы с вами поговорили, как бы перечислили три предыдущих, то есть мы говорили о том, что важно посмотреть свою природу, важно понимать высшие смыслы того, что ты делаешь, должна быть страсть, должен быть огонь. И когда есть вот эти вот три, тогда приходит четвертая, четвертая творческая энергия, то есть желание и возможность творить что-то новое, то, чего еще не было в этом мире, может быть, да, в этой индустрии, в компании и так далее, так далее, так далее, в том контексте, в котором вы сейчас находитесь. Вот, и творческая энергия, это возможность лидера, возможность команды, да, заглядывать за пределы того, что, за горизонт, другими словами, за пределы того, что, того, что есть, туда, где никто еще не был, никто этого не видел, так же, как Менделеев изобрел свою таблицу, там, или Ньютон, да, изобрел этот вот закон. Но как изобрел, понятно, они не изобрели, то есть наш мир, это небольшое информационное поле и множество, как бы, этих идей, они уже есть в воздухе, в тонком теле, как бы, то есть этого, этой земли, как бы, то есть этого времени, где мы находимся. Вот, и вопрос, кто будет проводником, как бы, этих идей, то есть каким образом, через кого они воплотятся, потому что время уже приходит. И неудивительно, если вы углубитесь в эту тему, то вы увидите, что на многие идей, как бы, они приходят большому количеству людей в одно и то же время примерно, вот. Но статистика такова, что там даже не один из десяти, там, может быть, один из ста в состоянии, как бы, то есть эту идею реализовать. То есть, да, то есть кому-то пришла какая-то идея, он ее сразу забыл, вот, другому пришла, как бы, то есть он показал, она показалась ему безумной. Третий, как бы, то есть просто не увидел контекста, как это можно привить, у четвертого нет никаких талантов, там, у пятого нет ресурсов и так далее, так далее, так далее, вот. И возможность, как бы, то есть, то есть вот это вот зерно, как бы вот это вот творческое зерно, которое может развиться из просто мыслеформы, да, то есть из какой-то идеи в реальную форму, то есть в реальный какой-то продукт, в реальный сервис, там, в реальное изобретение или что-то другое, то есть ему нужна подходящая среда. Вот, и таким образом, как вам приходит эта идея, да, и нужно эту идею реализовать, то есть для того, чтобы ее реализовать, вы должны находиться в контексте, то есть у вас уже, вы должны находиться на своем месте, то есть вы должны быть заняты по своей природе, да, у вас вы должны осознавать, как бы, смыслы, вот, у вас должна быть страсть и желание, как бы, всем этим заниматься, то есть комплексы. И тогда вот приходит, как бы, вот эта вот идея, приходит вот эта вот уникальная, уникальная, как бы, такое зернышко, как бы, и оно приходит с тем учетом, что вы можете, как бы, то есть эту идею реализовать, вы понимаете, как это можно сделать, то есть у вас есть все составляющие для того, чтобы реализовать. Вот, и тогда вот этот вот как раз уникальный, там, стартап, бизнес, они будут успешными, они будут уникальными. Вот, вот это самое, самое наилучшее, как бы, то есть условия или обстоятельства, при которых можно вот это все создать. То есть вот эти уникальные идеи, как бы, они приходят, они успешны, как бы, то есть они обречены на успех, скажем так, тогда, когда они приходят к людям, как бы, которые находятся в своем месте, вот, и находятся уже в правильном контексте, да, То есть, представляете, можете себе прийти, как бы, если бы идея, там, таблица вот того же Менделеева, как бы, пришла человеку, который, как бы, ну, не ученым, да, допустим, да, или который находился на другом уровне. Что бы произошло тогда, да, то есть он бы, ну, почесал репу, как бы, то есть и пошел заниматься дальше другими делами. Такая же история, как бы, там, с Эйнштейном, с Ньютоном, там, и так далее, и так далее, и с многими другими идеями. Какая польза, там, от четкого видения, как бы, то есть какого-то следующего айпона, айфона, там, или какой-то другой технологии, если ты не в состоянии, как бы, все это осуществить. Вот, поэтому контекст очень важен для того, чтобы был вот этот вот драйв, вам приходили вот эти уникальные идеи, как бы, да, то есть вы должны находиться на своем месте. Вот, вы должны, ваше сердце должно гореть, как бы, вот это вот страстью, желанием, как бы, сделать что-то новое, ради какой-то высшей цели, ради смысла какого-то, да, в котором задействовано освещение, в котором задействованы ваши природы, ресурсы, где раскрываются потенциалы, где раскрываются ваши таланты и так далее. Вот, и здесь тогда мы переходим к вопросу, к вопросу как раз необходимых элементов, да. То есть здесь также очень важен вопрос веры, я могу это сделать, вопрос вдохновения, мы поговорили об этом, вопрос драйва и вопрос опыта, да, и когда все это есть, приходит очередь как раз вот именно таланта, как бы, то есть вот этого нового, как бы, зерна, который начинает раскрываться, вот, через творчество, вот, и здесь нужно, как это подтолкнуть, что можно с этим сделать, как это можно углубить, как бы, расширить, да, нужно ответить себе на вопросы, а что нового, как бы, я могу сделать, да, где я могу реализоваться, вот, и вопросы раскрытия, как бы, да, то есть они очень простые, то есть это что я люблю делать, что я уже делаю хорошо, и что бы я хотел, чтобы я мог делать, как бы, лучше в будущем, вот, и нужно обратить в первую очередь свой взбор, как бы, то есть на этом направлении, вот, и новые уникальные вещи, какие-то партнеры, проекты, как бы, они могут быть двух видов в этом смысле, да, то есть это может быть либо что-то абсолютно новое, либо это может быть усовершенствование того, что уже есть, с какими-то новыми элементами, да, принципиально новое, как бы, то есть это, ну, какой-то механизм, продукт, услуга или что-то другое, там, изобретение какое-то, да, которого в природе раньше, ну, в принципе, не было, да, улучшения как бы это тоже нормально то есть и удел как бы то есть изобретать что-то совершенно новое делать таких вот гениев увлеченных и у них на это как бы то есть уходила обычно как бы вся жизнь данного то опять же же таблица как бы законы и так далее так далее какие-то изобречения эдисон лампочка там довольно вот достаточно сложно как бы это трудоемко как бы нужно находиться и на вот этом контексте как бы нужно этим гореть как будто есть и там одна на попытка 2 3 4 достаточно сложный процесс вот помимо этого как бы уникальность можно выработать на основе улучшения чего-то уже существующего тот продукт как бы который уже существует его можно добавить него какие-то функции добавить какие-то сервисы углубить как бы это понимание то есть перестроить его то что уже есть как будто есть его а транслировать на какую-то новую рыночную аудиторию на каких-то новых людей то есть до изобретением там или каким-то продуктом пользуюсь финансами секторе допустим каким-то приложением взяли это приложение как бы отдали его строительный сектор о вау как бы там восторг то есть это инновация это тоже уникально это то что не делали как бы то есть не делал никто в этом сегменте вот и самое классное самое здоровское то есть когда вот люди обладают именно тоже в компании в корпоративным бизнесом когда бизнесе когда они обладают кругозором то есть когда они знают сразу множество рынков и они берут то что работает в одном рынке и привносят в совершенно новый контекст в этом смысле я могу рассказать несколько слов о своей компании по поводу воронок продаж воронки продаж это то что давным-давно используется там в интернет маркетинге да то есть в индустрии как бы сервису да то есть в социальных сетях то есть это все отлично работает но это совсем никак не утилизировано в битубе бизнесе вот там совсем другой контекст вот но тем не менее как бы то есть взяв вот эту вот технологию взяв эту технологию внедрив ее в другой сегмент можно добиться колоссальных результатов вот сейчас мы сделали то что в нашей индустрии битубе как бы то есть бизнесе по продаже насосов инженерных решений никто в принципе не делал то есть именно через инструменты вот этого 7 маркетинга вот этих вот автоворонок вот там огромное количество людей там больше 20 тысяч контактов различных категорий как бы то есть людей которые интересны для нашего бизнеса да то есть тех людей как бы которые будут генерировать спрос на наше оборудование как бы они пришли вот так вот как бы только благодаря тому что мы взяли вот эту идею на и совсем из другого рынка как бы ее внедрили в своем бизнесе вот но это просто как бы революция я не вдаюсь в подробности как бы но на том этапе когда этот проект перейдет завершающую степень как бы завершающую фазу как бы то есть это будет полная революция конкурента они остаются далеко позади вот это тоже самое что это тоже сам тоже изобретение хотя она сделана на основании того что уже есть просто просто методом как бы то есть копирование да и адаптации в новых условиях таким образом самое лучшее это соединение нескольких сверху в принципе таланты человека как были предназначения дали ключевая деятельность она практически всегда находится на стыке одного двух или трех каких-то основных видов деятельности вот и здесь уникальность как бы то есть туда и преимущество уникальность вот этого бизнеса до или по-другому у т.п. уникальное торговое предложение это ключевая деятельность компании до называть это как хотите то есть она всегда состоит из сочетания как вот этих несколько нескольких ключевых элементов вот как в примере как раз с этой автоворонкой и привлечением клиентов то есть такой же пример с компании волда диснея то есть и сам по себе болт дисней как бы то есть на самом деле вопреки распространенному мнению волд дисней не является супер гениальным художником да то есть из одной из газет его даже выгнали как бы то есть с пометкой за вопиющую не способность к рисованию да то есть это очень замечательный интересный факт и тем не менее волд дисней как бы то есть он учредитель основатель как бы то есть компании которую тоже практически 100 лет как бы то есть является лидером то есть в производстве как бы как раз истории как бы комиксов там так далее вот этих вот сказка начинали они как раз с рисования с комиксов из мультиков мультики в то время как бы вручную все рисовали рисовались вот но в чем преимущество волда диснея волд дисней это тот человек который объединил историю сказку и объединил рисование мультик да и более более этого даже волд дисней как бы изобрел метод как бы то есть она даже так называется в коучинге есть такая стратегия называется стратегия волда диснея ну вот она заключается в в методе который он применял на к тому чтобы рождать вот эти уникальные шедевры то есть он брал людей то есть абсолютно оторванных от реальности художников и говорил создайте самое невероятное самое как бы то есть то что вас больше всего вдохновляет какие-то идеи черпать из вне как было из вот этой вот атмосферы то есть тонкой вокруг ну вот и они их брали эти идеи потом эти идеи как бы брал и давал людям как бы которые должны были все это обрести обсчитать да то есть таким людям с опытом до которые смотрели сколько это нужно пленки бумаги карандаши и там сказки там и так далее так далее потом брал людей как бы то есть на таких критиков уже опытных в этом которые эти планы как бы то есть они критиковали как вы говорили что это не сработает поэтому это не сработает поэтому это не сработает поэтому и вот на третьем начну после третьего этапа как бы то есть под появлялся он просто переформулировать а что тогда нужно делать для того чтобы это сработало и вот получается от идеи как буду вот этого воплощения будут эти четыре шага вот поэтому принципу как будто есть он создался в империю то есть это то тот метод как То есть, смотрите, здесь абсолютно не про художественное искусство или не про сказку отдельно, а это сочетание этих элементов плюс собственный метод, собственно, как бы реализация собственной идеи, как это можно все собрать и как все это можно обличить. Следующий пример может быть из компании Кимберли Кларк. То есть я тоже в одном из видео тоже об этом рассказывал, но в двух словах. То есть Кимберли Кларк в свое время, в 50-х годах в Америке, была бумага производящей компании. То есть у них были свои деревообрабатывающие комбинаты. И на одном из этапов просто они приняли решение продать эти комбинаты для того, чтобы вложить усилия в стартап. То есть они выделили то, что у них получается лучше всего. Там, где у них есть наибольший потенциал. Там, где есть наибольший драфт, есть вдохновение, куда они собираются идти, где есть смысл. Как бы направили все свои усилия именно в этом направлении. И на тот момент там была компания Proctor & Gamble, уже мировая, уже огромная, которую они просто обыграли на их же поле. Вот как раз используя понимание, как бы, то есть вот эту свою природу, как бы, вот эту вот решимость, они использовали вот эту идею, как бы, то есть и творческий потенциал, как бы, который все это оборачивал. То есть они также на слиянии, как бы, нескольких основных, как бы, то есть вещей, как бы, родили уникальную... Уникальный подход к распространению, там, средств бытового назначения, то есть, ну, там, что там, их памперсы были, да, вот не памперсы, как раз они... Памперсы как раз был у Proctor & Gamble, а они изобрели тогда Huggies, плюс, там, какие-то другие вот вещи. Вот, и играли просто на их поле. Вот, еще одна история, как бы, это как раз с сетью Walgreens, то есть это сеть, которая из гастрономов, как бы, развелась в огромную сеть аптек. Там больше 9,5 тысяч аптек сейчас по всей стране в Соединенных Штатах принадлежат этой компании Walgreens. Из чего все началось, как это получилось, как они стали такими большими? Они поймали вот эту волну, то есть они осознали, как бы, то есть вот, благодаря вот этой творческой энергии, то есть они поняли, что им нужно концентрироваться, в чем их преимущество, в чем их уникальность. Они поняли, что уникальность их заключается в комфорте, то есть они будут давать своим клиентам наибольший, наибольший комфорт. И вот эта вот идея, как бы, то есть, да, то есть она подчинила себе всю их деятельность абсолютно. Следующее, исходя из этой идеи, из этой концепции, которая тоже, кстати, вдохновляла, как бы, всю компанию, как бы, то есть, работала на таком составном уровне, то есть, они под нее заточили все свои действия, то есть, если они выбирали помещение под аптеку, то есть, они выбирали помещение, которое будет наиболее удобным, то есть, для того, чтобы это помещение обязательно находилось на углу, у него было два входа, один вход, там, другой выход, да, чтобы вот эту вот логистику. Когда они строили аптеки, как бы, они строили аптеки, там, в 15 минутах друг от друга, как бы, для того, чтобы людям всегда, там, в одном квартале, как бы, можно было дойти до их аптеки в течение 15 минут, вот, чтобы туда можно было подъехать на машине, как бы, то есть, и куча-куча других вещей, как бы, подчиненных, как бы, только вот этой вот идеей, да, а что, эта идея не была, не могла прийти кому-то другому в этой индустрии? Да, пожалуйста, как бы, удобство, это вообще один из основополагающих принципов, вот, но эти люди, как бы, то есть, они просто вложили в эту идею, как бы, то есть, все, весь свой потенциал, то есть, они полностью подчинили, как бы, то есть, все это, вот этой вот, вот этой вот идеей, как бы, таким образом, родили уникальность, создали уникальную компанию, как бы, то есть, и для людей, их сеть, как бы, она стала ассоциироваться, что это удобно, поэтому девять с половиной тысяч аптек к огромная 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 сеть вот и как пример еще тоже можно поговорить об apple простила джобсона стив джобс тоже не является супер уникальным программистом да если кто-то не знал компьютер макинтош первый изобрел не он там совсем другие люди но из его команда как бы то есть он был часть этого проекта но не он изобретатель то есть уникальность стива джобса его преимущества конкурентная но заключается в том что он мог все это складывать то есть он мог организовывать работу изобретателей вот и вот бы поднимать потребности потребителей и он мог организовать процесс то есть он создавал как как вольт диснеh создал вот эту систему вот и наша задача данном случае состоит из того же то есть если мы хотим создать свой уникальный бизнес раскрутить какой-то уникальный стартап проекта и так далее то есть нам нужно понять осознать в чем мы самые лучшие то есть в чем на стыке как бы каких наших преимуществ каких наших талантов рождается вот это самое уникальное торговое преимущество которое сделает вашу компанию ваш проект супер успешным вот и подводя итог я напомню что мы говорили о том как создать уникальный успешный бизнес бизнес-проект стартап и так далее вот и мы поговорили о четырех важных вещах которые вам нужно проработать для того чтобы ваше путешествие было успешным то есть и первое это природа второе это смысл и которого это вкладываете третья страсть и все это как некая благоприятная среда как почва и в эту почву падает зернышко в виде творческой творческой энергии в виде творчества как бы которая из этой почвы прорастает а вот и в этом творчестве соответственно воплощается как раз все энергии все новые как бы мысли формы как бы которые летают вокруг нас в этом в этом пространстве на и которые должны в это время как прийти в этот мир но они могут прийти только в подготовленную почву через подготовленных людей вот и наша задача для того чтобы стартовать такой проект для того чтобы родить вот такой процветающий бизнес стать как раз вот этой благоприятной средой чтобы мы могли разобраться со своей природой с высшими смыслами для чего мы все это делаем для чего мы живем для чего мы работаем на чем объединяем семью команду и так далее вот чтобы у нас было такой внутри это страсть на его тогда вот таким людям в таких обстоятельствах приходит как раз вот это вот и зернышко маленькой идеи до которые потом обретают вот такие фантастические и грандиозные формы до как уолт дисней как уолл гринс как apple и так далее так далее примеров еще много но это пожалуй все я надеюсь что это видео будет интересным если вы хоть будет будет интересно для вас если вы хотите первым узнавать о следующих новых интересных видео по теме развития бизнеса подписывайтесь на канал будет интересно с вами был михаил тимаков духовный бизнес счастливо а и и